Лицо вотсплейщика опять не влезает в экран вашего смартфона, а это означает, что с вами снова Сова и мы продолжаем играть в Тектонику. Значит, у нас прошло некоторое количество времени, и сегодня мы готовы к радикальному рывку по нашим тирам. И пойдем сразу прямо в витьке, бахнем тир, а потом в X-Ray тоже бахнем тир, потому что можем. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok из которых делаются релейные цепи, так, это у нас промежуточная. Просто вопрос, могу я их делать руками или нет. Процессорный массив, это не то. Так, и где релейная цепь? Так, такое ощущение, что релейную цепь... Или я ее не вижу. Электрический набор. Продвинутые детали. Так, где тут комплектующая? Где-то сраная релейная цепь? Сейчас мы ее найдем. Короче, хрен узнать, где релейная цепь. Возможно, я не могу делать релейные цепи, пока не проапгрейжу терминал X-Ray, поэтому тогда начнем с него. А вот, собственно, и он. Ну что ж, давайте попробуем в него запихнуть. Потом тогда, если что-то пойдет не так, тогда и посмотрим. Значит, во-первых, обновляем T4 на X-Ray. И у нас доступны какие-то новые технологии. Сейчас пойдем посмотрим, какие. Ты приближаешься к последнему уровню терминала X-Ray, первопроходец. Теперь у тебя есть доступ к улучшенному стальному циклу и прочим полезным инструментам. Изготовление стальных плит – процесс многоэтапный, требующий точной координации действий и взрывной выплавки. Уверена, у тебя получится. И если у тебя нет усовершенствованных схем для создания релейных цепей, то стоит ненадолго вернуться в терминал Виктор. Ммм. То есть релейные цепи все-таки в витьке у меня должны быть. И нам нужны электрический двигатель и стальные плиты. Ну что ж, ладно. Значит, сейчас мы все найдем. Да, вот у нас открылись релейные цепи. И, собственно, электромоторы у нас тоже открылись. Стальные слитки, керамические детали, электрический рам. А, нет, моторы, кстати, были. Ладно, на релейной цепи. Короче, 4 секунды всего делается. Для этого нужно 100 усовершенствованных схем на одну цепь. Эхм. Ну, не вопрос. Вот для создания таких штук охрененно подходит штабелерный. Потому что 100 на одну – что-то как-то это не похоже на 4 секунды производства. Может быть, имелось в виду, что 4 секунды будет занимать производство, если в улучшенном. Но штабелерный, смотрите, просто какой скоростью наполняет. Охренеть. Блин, охрененная штука. А, ладно. Собственно, не сильно большая проблема. Нам надо, чтобы таких циклов прошло 10 штук. Так, что ж, мы берем последние два. Хотя, нахрен я столько ждал, непонятно. Ну, ладно. У меня там просто какое-то количество-то уже лежит. Ну, да не суть. Значит, мы просто берем вот так вот, щелкаем по всему для того, чтобы все это сюда переместить. И заполнив абсолютно все, сгрейдим терминал. До тир-6. Ну, что ж, тир-6, Витёк. И нам надо... Терминал улучшен. Появились рекомендованные задачи и новые технологии. А именно, мотать тормоза. Я, кстати, пробовал отойти максимально далеко от базы, это уже никак не помогает. То есть, если вы думаете, что можно было построить распределенную базу, и она бы не тормозила, хрен там был. Значит, ну, заряды, это вообще фигня. Накопленная энергия у нас есть. А реляционные цепи 200 штук, это охренеть. Это прям охренеть, это не то слово. Потому что 200 штук, это получается... 20 тысяч нужно обычных для того, чтобы 200 таких сделать. Усиленные железные рамки как раз на самом деле фигня. Они потому что крафтятся без проблем с полуручным крафтом. Вот это проблема. Так, ну то есть, в принципе-то у нас почти всё есть. Нам осталось только на X-Ray сделать электрические двигатели. А, туда тоже нужны релейные цепи. И стальные плиты. Так, ладно, всё понятно. Сейчас мы с вами начнём что-то закладывать. Но перед тем, как мы начнём что-то закладывать, нам нужно улучшиться. Так, во-первых, нам дали Fly3. Это 200% от базы. Да, что-то я прям сильно высоко стал летать. По-моему, не сильно большая разница. Так, что с троформированием? Так, какие-то там дополнительно взрывы. В синтезе скорость изготовления вручную. Так, ещё мультивзрывы. Позволяет совершать взрывную выплавку железных и медных слитков в плиты. Оу! Так, я могу ещё и слитки теперь делать. А зачем мне это надо? Зачем мне это надо? Зачем-то же мне это надо. Зачем-то мне, наверное, это надо. Так, типа, плиту я могу, соответственно, разделять на слитки. Короче, архивация и разархивация при необходимости. Это у нас позволяет взрыву плавки большинства органических материалов в порошок углерода. Охрененный перевод. Так, углеродный порошок из чего угодно можно делать. Пока не понял, зачем это делать. Так, стальные плиты. С помощью взрывной выплавки стальной смеси. Ага. Нам нужна стальная смесь, из неё можно будет делать стальные плиты. Лады. Так, ещё одна биоплотность. Ещё скорость обмолотой зяби. Так, здесь у нас получается больше нихрена. Так, что в логистике? Ещё лебёдка. Над этим всем ещё один рич. Схема для массового производства конвейерных лет для дополнительных схем. Конвейерные ленты МД-2. Вместимой стопки ещё больше. Девять становится. Массового производства манипуляторов. Массового. А до этого оно типа было не массовое? Так, ладно. В транспортировке что? Ещё один Temporal Rush. Заблокированная до сих пор технологии. Ну и хрен бы с ними. Так, энергия. Это, кстати, где-то надо сканировать, что интересно. Так, ещё один монорельс. Внизу что у нас? Ещё одна вот такая вот штука. Короче, надо ходить и искать всякие фиговины. Но я их не ходил и не искал, потому что мне без них хорошо. Так, наука. Обмолот керамики. Из керамики можно сделать ещё какое-то говнище. Позволяет применять альтернативные методы производства улучшенных компонентов. Коробка передач. Электрические нам были нахренеть, сколько здесь всего. А выше. Так, ладно, а ниже. Увеличивает скорость всех плавильных заводов на 0.05 за кластер ядра. У-у-у. Хорошо-то. А это потом ещё изготовителей будет. Короче говоря, наша ставка на дохрена ядер сработала прям полностью. А ведь кто ж знал? Так, что в строительстве? В строительстве особо ничего. А ну опоры. Млатформы. Стены. Лестницы и проходы. Ворота. Ещё одни ворота. Дополнительные балки. И опоры. На релейной цепи. Ага. Ну ладно. Ковка позволяет выплавлять плиты из слитков взрывной плавильной печи и разбирать плиты на слитке с помощью молотилки. Улучшенный стальной цикл. Производство стальных сплит с помощью размещения стальной смеси во взрывной плавильной печи. Подробные смотри в инструкции их технологии металлического порошка. Сейчас посмотрим в технологии металлического порошка. Обязательно. Сейчас мы только вот туда вот отойдём. А потом посмотрим в технологии металлического порошка. Здесь всё-таки тормозит, но чётчку поменьше, чем вот там. Хотя на самом деле разница не сильно, чтобы критичная. Значит, и того. У нас здесь овер дохренища плавает вот таких вот штук. И вот таких вот штук. Бетон только маловато, но это не страшно. Бетон просто маловато, потому что мы вот эту вот фигню не используем. Вот эту вот, которая у нас тут получилась. Если её использовать, бетон тоже будет дохрена. Но я её пока не использую. Так, а нам надо посмотреть с вами следующее что? Значит, что нам надо посмотреть? Металлическая смесь нам нужна. Какая металлическая смесь? Порошок железной руды, порошок медной руды. Стальная смесь. Вот это, наверное, да? Так, сейчас попроверим. Значит, стальная плита делается из стальной смеси. А где делается? Во взрывной печи. Ну что ж, начнём сначала. Начнём сначала. Отступим, ну, на всякий случай, как-то вот так. Потом отступим отсюда три блока. Поставим здесь вот такую вот печь. И в этой самой печи мы будем делать... Так. Мы будем делать из стальной смеси стальные слитки. К сожалению, я не могу здесь прописать, что конкретно я буду делать. Поэтому, возможно, потом будет сюрприз. Так. Из стальной смеси стальные слитки. Ни стальной смеси, ни стальных слитков у нас пока что нет. Так, идём дальше. Стальная смесь. Она у нас делается из порошка железной руды и углеродного порошка и экстракта хладовника. Значит, экстракт хладовника сюда по-любому придётся возить на монорельсе. Потому что по-другому мы ничего сделать с этим не сможем. Порошок железной руды. Так, три компонента. А в чём делается? В изготовителе. Так. В изготовителе. Значит, нам надо поставить изготовитель. Отойдя отсюда... Ну, штук семь блоков. Три, четыре, пять, шесть, семь... Давай, даже побольше. В восемь отойдём. И здесь мы поставим, что мы хотим делать порошок. Вот стальную смесь. Чтоб я ту самую стальную смесь делать. Нам потребуется её куда-то выводить. Вот отсюда. Нам потребуется заводить сюда три компонента. Три компонента. Которые вот оттуда пойдут. Чё-то я, по-моему, перепыжил немножко. Так, компонент раз. Да, чё-то я слишком перепыжил. Компонент два. И компонент три должен быть идти вот здесь. Я думаю, что вот это надо разобрать вот так. Значит, компонент раз. Компонент два, компонент три. Мы можем даже, в принципе, сразу поставить, что мы будем делать вот так. Вот так. Это же у нас взрывная печь. Взрывная. Если это взрывная печь, значит, тут должно быть ещё вот такая вот длинная хренодрыгала. Некоторое количество хренодрыгалов должно быть вот тут. Ещё. Для того, чтобы это работало. А здесь должна быть линия номер два. Входная у меня получается вот здесь. Почему? Ну ладно, здесь так здесь. Здесь так здесь. Пусть здесь будет входная, там будет выходная. На самом деле, совершенно не важно. Отсюда мы будем забирать, типа, взрывные заряды. Отсюда мы будем забирать некую смесь. Потом я не вспомню уже для чего. Так, это у нас смесь железная. Дальше нам нужен порошок железной руды и углеродный порошок. Экстракт кладовника мы привозим с основной базы. Значит, порошок железной руды. Делаются железные руды в молотилке. Молотилке. Делаются железные руды. Где молотилка? Вот молотилка. Пока берем обычную молотилку. Ставим ее вместо... Давай, сюда. Так, ставим ее вот сюда. И отойдя отсюда еще... Ну, сколько-то. Вот столько. Сюда нам надо будет, получается... Мы сейчас прям сразу закинем сюда железные руды. Чтобы получить порошок железной руды. Чтобы просто не забыть. Значит, отсюда... Мы тогда будем этот порошок... Вытаскивать. А вот отсюда... Ядрить, смотри, тормозит. А вот отсюда мы будем этот порошок затаскивать. Сюда. Значит, чтобы у нас все это работало... Нам нужен будет входящий. И выходящие куски. Так, вот у нас порошок железной руды. Едем дальше. Значит, для того, чтобы у нас заработал порошок углеродный... Нам нужны сраные бруски из флорматерии. Бруски. Делаются из рамки из флорматерии. В количестве 100 штук. 100 штук. На одну рамку. На один брусок. Ну, допустим. Так, а у нас есть еще какой-то тонативный? Нету. Значит, рамки из флорматерии делаются просто тупо из этой штуки. Значит, нам вот это вот пламя чего-то там нужно будет хренову гору. Прям капец, какую хренову гору нам надо будет. Иначе черта с два у нас получится. Он делается из вот этого говна. А вот это говно у нас... Ну, придется его, видимо, дополнительно вымолачивать из стеблей пламя куста. Иначе черта с два у нас что-то получится. Тогда, боюсь, у нас стебли пламя куста закончатся после этого быстро. Но это надо делать на основной базе. Бессмысленно сюда тащить это все, потому что у нас вся флор-хрень находится там. То есть для того, чтобы сделать углеродный порошок, нам надо будет там создать бруски из флорматерии, а потом каким-то образом их сюда транспортировать. И делаться оно будет где? В печи. Фундаментальный ингредиент стальной смеси, снабжение обработанных органических материалов на вывод для взрыва. То есть надо подорвать будет ему вот эту вот историю. На взрыва. Но если у нас все взрывные штуки здесь, хотя я могу взрывные штуки сделать и там, у меня же там тоже эти самые боеприпасы есть. То есть в принципе я могу сюда просто привезти порошок. Вот этот вот. Углеродистый. Прямо сделать весь цикл на второй базе и тащить сюда порошок. Наверное, мы так и сделаем, потому что я не вижу других вариантов. Слишком до хрена сюда надо перевозить, для того, чтобы здесь это получилось. То есть нам надо будет сделать там порошок, а порошок железной руды надо будет сделать здесь. А еще нам нужен будет порошок медной руды сделать здесь. Только я хрену знаю для чего. То есть он реально для чего-то будет нужен, но я пока не придумал на кой черт. Так, у нас есть медная руда с собой немножечко. Я думаю, что надо будет сразу просто поставить сюда на порошок медной руды, потому что для чего-то он потом будет точно пригождаться. Поэтому мы его сейчас сразу вот так вот бахнем сюда, отойдя где-нибудь вот столько на всякий случай. И просто сделаем вот так. Значит, у нас здесь он типа будет заходить, здесь он будет выходить. Ну и потом, если что, может как-нибудь заархивируем, что ли. Я даже не знаю. Ладно, суть в том, что нам избавляться от медной руды все равно придется. Хотим мы этого, не хотим, нам все равно придется избавляться. Мы прям покинем сюда какой-то так вот медной руды. А, вот, и порошок из нее делается. Все нормально. Так, порошок делается. В принципе, мы, наверное, можем даже заставить все это работать прямо уже сейчас. Просто почему бы и нет. Так, ладно, давай соберем хотя бы, хотя бы что есть соберем. Значит, есть у нас вот такая вот штука. Это у нас будет делай раз. Ну, вообще игра идет к концу, потому что такими тормозами, конечно, играть очень сложно становится. Я ее добью, но вообще это крайне затруднительно. Так, порошок раз, порошок два. Значит, здесь мы сделаем дырдочку раз. Здесь мы сделаем дырдочку два. Значит, вот тут вот у нас пойдет раз соединительная штучка. А вот здесь вот у нас пойдет два соединительная штучка. Где же она пойдет? Не, она должна пойти не здесь, а вот тут. Во, вот здесь вот она должна пойти. И здесь в итоге у нас будет лифт, идущий вверх. Сейчас мы сразу пойдем его сделаем, лифт, идущий вверх. И вот здесь вот у нас тоже будет лифт, идущий вверх. Если я через эти лаги смогу найти что-нибудь. Вот здесь вот. Здесь у нас будет даже... Нет, да, все правильно. Здесь у нас будет лифт, идущий вверх. Все правильно. Вот сюда Ну и я перестал туда забираться Спокойно Проблемка Значит Здесь тогда должен будет лифт идущий вниз Вот отсюда Да, я перестал до этих добираться Это, конечно, проблематично Как я теперь забираться туда буду Мне нужна будет какая-то лестница Для того, чтобы туда теперь попадать Так, ладно Давай хотя бы Какую-то сделаем Это может быть не сильно то, что нужно Но это лучше, чем нихрена Потому что на шину нам надо будет забираться Выше, я так понимаю, я летать уже не буду Судя по всему Значит, отсюда Тогда мы лучше вот так вот сделаем Чтобы сильно далеко вниз не спускаться Здесь нам нужен будет лифт, идущий вниз Так И вот здесь вот нам тоже будет нужен лифт, идущий вниз Так Вот так, по идее Отлично Лифт, идущий вниз Здесь тогда нам нужен будет лифт, идущий вверх Это для того, чтобы подать сюда медь кусочками А вот сюда нам должен будет лифт, идущий вверх Для того, чтобы подать сюда железо кусочками Теперь главное нихрена не перепутать Чего у нас откуда идет Значит, вот сюда нам надо будет сделать вывод Это для начала Ой-ой-ой, не туда Значит, для начала нам надо будет соединить вот это Значит, здесь мы выводим Лифт, и соединяем его вот с этой шиной Значит, второй лифт, который мы выводим Мы соединяем вот с этой частью И здесь у нас пойдет готовая продукция Готовая продукция 1, и готовая продукция 2 должна пойти на вторую шину Так, идет? Так, идет Значит, две наших новых шины У нас теперь подключены Это хорошо Конечно Но теперь нам нужно будет подать сюда Получается, вот отсюда И вот отсюда Так, вот отсюда и вот отсюда Да твою ж мать Взлетай сюда Вот, по этим штукам он, кстати говоря, взлетать может нормально Так А какая из них какая? Медная вот эта Так, вот сюда надо будет подать медь И, кстати говоря, вот она Так, вот она медь Тогда забираем прям сразу лифт, поднимающийся наверх И вот так то соединяем Так, отсюда у нас должна пойти медь Так, медь пошла Так, все, медь пошла Медленный порошок у нас практически готов А вот отсюда у нас должно пойти железо А железо надо найти Железо у нас вон оно Так, только я уехал Железо вон оно, а я уехал Как говорится, цирк уехал, а клоуны остались И где там, говоришь, это железо-то ползает Вот оно, да? Да, вот оно Вот оно, железо Это железо нам надо будет отсюда опустить вниз Ну, надеюсь, что я сделал все правильно Так, то, что мы опустили там вниз Вот в этот сет страды надо будет поднять вверх Теперь, если они совпадут На так вроде как они совпадают между собой Нам останется только соединить их вот так И очень сильно надеяться Что после этого у нас сюда попадет железо Ну, железо сюда попало Так, сюда железо попало Порошки отсюда поехали Теперь надо проверить, чтобы эти порошки шли в правильное место Значит, железный порошок у нас идет Медный порошок у нас тоже идет И он уже переполнился Ну что ж Ладно, два элемента конструкции готовы Не сильно, конечно, большой прогресс Но лучше, чем ничего Теперь нам надо замкнуть их между собой Для этого придется воспользоваться точно такой же хреновней Как и все остальное Конечно, то, что я не имею теперь возможности А-а-а Еще я вот так вот их сделал Это, конечно, было вообще зря Так, дай-ка я вот сюда тебя сначала доведу И проверю, чтобы оно шло Вроде как оно идет, но на всякий случай Так, здесь мы тогда повернем И пройдем дальше Эк, здесь мы еще раз повернем Ни хрена не вижу Я надеюсь, что два ксаря мне хватит Для того, чтобы все это допроложить окончательно В принципе Можно без шины сделать все это и просто Тупость с плитерами и прочей вот этой вот фигней То есть, строго говоря, не обязательно Просто хотелось посмотреть, как здесь будет работать шина Шина работает здесь нормально, но тормозит Я не уверен, конечно, что без шины не тормозило бы Но шиной прям тормозит конкретно Потому что не повторяйте моих экспериментов Так, ты у нас идешь сюда И в итоге мы тебя сейчас вот здесь вот Вот здесь вот Так, и в итоге мы тебя вот здесь вот зациклим Так, есть такое дело Теперь надо зациклить вторую часть Ядрить тормоза Так, поворачиваем сюда Потом, если все это еще грейдить, ходить Я на самом деле даже не представляю, зачем Потому что, в общем, здесь если загрейдить Тогда тебе потребуется расширение производства Расширение производства там в два раза Похоронит, мне кажется, систему просто намертво То есть, ну, моя конкретно Ryzen 2700X такое не вытянет Видюхо у меня четырехтысячная серия, если что 4060, если быть честным С вами полностью А что бы мне не быть с вами полностью честным Короче, Ryzen 2700X И 4060 не тянут Ну, на момент записи, опять же Я надеюсь, что потом что-то поменяется Так, и соединяя это вот так вот Мы получаем что-то вот такое И у нас поехали два порошочка Порошочек железный И порошочек медный Причем медный порошочек пока ни для чего не нужен Но, надеюсь, для чего-то пригодится Потому что мне нужен еще будет бетон А без этого у нас дело не пойдет Так, и В итоге, за неимением всего остального Мы единственное, что можем сюда подключить Это порошочек железной руды Ну, давай мы одного его и подключим Хотя бы Просто мы можем его подключить Чего бы его не подключить Значит, здесь нам нужен вот такой вот товарищ Так, вот такой вот товарищ Спускающийся вот сюда От него мы прокладываем ленту Вот такой вот высоты Идущий вот сюда Так, теперь главное правильно найти этот самый порошочек Порошочек железной руды должен быть вот здесь По идее Да? Ну да Он не может быть в другом месте Потому что он вот в этом И нам теперь нужен лифт, который будет идти куда? Получается, вниз Да, отсюда Да Значит, вот таким вот нехитрым образом Мы получаем себе Огромное хранилище порошочка Железной руды И который вот сюда вот придет Но По-хорошему нам надо куда-то сюда Прямо протянуть монорельс Для того, чтобы не делать еще одну шину На ингредиенты, которые Возможно, нужны будут только здесь То есть, это углеродный порошок И этот Возможно, они, конечно, где-то еще нужны будут Я не знаю Это надо будет проверять Еще этот момент Ну, а пока у нас Разъезжают порошочки Первые порошочки сейчас должны Как раз приехать вот сюда Здесь я уже забыл, что я хотел сделать Надо было сразу делать то, что я хотел здесь сделать Потому что я уже запамятовал Так Это мне хотелось сделать Это из стальной смеси делается А, может А, здесь я, наверное, как раз хотел Из стальной смеси хреначить Стальную плиту Я думаю, что, наверное, я это хотел сделать Да Я же от обратного всегда иду То есть, с конца Если брать с конца То должно быть вот так Ну, в таком виде Тогда мы это и оставим То есть, наша задача Будет сделать Блин, еще конвейерные ленты Третьего уровня Нам нужны будут В количестве 500 штук А я их ручную могу делать, нет? А, я могу их делать вручную Только мне нужны будут движки Или движки я тоже могу сделать сам А движков у меня просто 10 штук Я так думаю, что когда движки закончатся Я перестану их мочь делать Так что движки нам надо будет еще соорудить Не, я же не могу делать промежуточные продукты В виде движков Да, они могут изготавливаться Только вот в этом говне Но это, на самом деле, тоже решаемо Может быть, даже в полуручном режиме Я подумаю еще над этим Ладно, на сегодня тогда я с вами прощаюсь В следующем выпуске мы попробуем Поддобить историю С вот этим углеродистым говнищем Если у нас будет углеродистое говнище Уже будет как-то повеселее Что там, кстати, внизу? Ну, вон там начали какие-то новые башенки делать Смотрите-ка Пока еще такие робкие Где-то в самом-самом низу Но понемножечку делаются Не то, чтобы из-за этого Надо быть сильно счастливым Но тем не менее Ладно, на сегодня я с вами прощаюсь Следующий выпуск продолжим Узкоизвестный в широких кругах Строил заводы в игре в Италиях Строил заводы Чужие смотрел В общем, контент делал так Как умел Зритель Внимательный Ловит момент И оставляет правдивый коммент С ним соглашаюсь, конечно, и я Автор не видит порой небуя Субтитры сделал DimaTorzok